Продолжение следует... Если точно. Отлично. Хорошо, я очень рада, что меня слышно. Так, ну я представлюсь, кто-то может не совсем знает меня. Меня зовут Павлова Екатерина, на данный момент я менеджер 12%. Сегодня у нас по школе новичка тема, я считаю, очень интересная и важная. Работа с выражениями, техника общения с кандидатом. Так, ну тогда давайте начинать. Я думаю, еще подтянутся. План сегодняшнего вебинара таков. Немножко поговорим про технику общения с кандидатами в таких соцсетях, как ВКонтакте, Инстаграм. Это все соцсети, в которых я общаюсь. Я думаю, там особо нового я ничего не скажу, но тем не менее. Также рассмотрим, что такое возражение и почему вообще люди возражают. Рассмотрим схему коммуникации, а также самые популярные возражения и ответы на них. И немножко будут интересны статистики или почему мы все пришли в Арифлейн. Ну вот, начнем тогда с техники общения с кандидатом в соцсети ВКонтакте. Конечно, первое, что стоит сделать в данной соцсети, это добавить друзья человека. Потому что если вы начнете рассылать свои сообщения с предложением о работе, не добавившись в друзья, то, скорее всего, человек почтет вас просто очередным спамером и нажмет на кнопку «Спам» и вас просто заблокирует. Поэтому обязательно нужно добавлять в друзья. Дальше вы высылаете свое первое приветственное сообщение с каким-либо кратким описанием вашего бизнес-предложения. У нас есть шаблоны, можно пользоваться шаблонами, можно составить свои шаблоны. Это, кстати, очень желательно, чтобы не спамили. Вот, и обязательно заканчиваем вопросом. В конце можно спросить, вам интересно было бы узнать подробнее, или вас заинтересовала данная вакансия. То есть, чтобы человек обязательно, подсознательно хотел вам ответить. Дальше ведем диалог, переписываемся с человеком. Если он отвечает вам на ваше сообщение, то вы также задаете ему вопросы какие-либо. И также мы используем дожималки. Также есть много шаблонов дожималок. Рекомендую использовать не более 3-4 штук. Их используем в том случае, когда человек перестает с вами общаться. Желательно также иметь свои шаблоны, потому что дожималки тоже уже могут быть многие заспамлены. Поэтому выставляем свое. Дальше непосредственно отработка самого возражения. То есть, люди часто возражают, и для этого существует множество шаблонов именно по возражению. Также я лично от себя могу порекомендовать общаться голосом. Вот совсем недавно, буквально на той неделе, появилась новая функция в соцсети ВКонтакте. Вот внизу картиночка. Именно голосовые сообщения. Очень удобная штука. Вы просто нажимаете на значок микрофона, говорите, и человек получает ваше голосовое сообщение. Перед отправкой его также можно прослушать. Вот. То есть, я уже, наверное, последние несколько дней именно таким способом общаюсь. Ну, как бы нормально, очень хорошо. Мне нравится и время экономика, и больше доверия вам. У человека. Так, это что касается по соцсети ВКонтакте. Также я работаю в Инстаграм. Мне эта соцсеть нравится больше. Вот. Активно прихожу туда. То есть, что делаю я? Как общаюсь? Я размещаю фотографии привлекательные с предложением о работе. Ну, конечно, не только их, также свои какие-то личные. То есть, должно быть примерно 70-80% вашего личного и остальное именно фотографии по картинке о работе, привлекательные, с призывом. То есть, там, ставьте плюсики, кому интересно, ну, естественно, там, коротенькое сообщение вообще о чем, удаленная работа и так далее. И в конце ставлю такое сообщение, там, ставьте плюсики, расскажу вам о сути. Вот. Люди ставят эти плюсики, и когда я вижу плюс, я сразу же отвечаю под этой картинкой. Обязательно выбираю функцию «Ответь». Потому что, если вы просто напишите комментарий к своей картинке, без логина данного человека, который заинтересовался, он просто-напросто может этого не увидеть. Обязательно используем функцию «Ответь». Вот. Я отвечаю, что напишу в директ. Далее я открываю директ, пишу данному пользователю в директ. У меня есть заготовленный шаблон. Вот, например, он так, видите, приветствую, где вам удобнее пообщаться о работе. И даю на выбор «Скайп из камеры в «Скайп из камеры» в «Скайп из камеры», то есть, как бы, ограничивая человека. Он выбирает из мною предложенных вариантов. Вот. Человек что-то выбирает, дает свой номер, я его добавляю в том мессенджере, где ему удобно, и маню. И общаюсь уже по собеседованию. У меня есть примерный шаблончик собеседования в распечатанном виде. Вот. И по нему я общалась. Но скажу так, что общалась только первые три раза. Именно по нему, потому что потом уже, так сказать, опыт пришел, и уже говорю больше о себе. Мне такой плохо. Вот. Многие, ну не многие, но есть такие, которые не очень хотят давать свой там номер, и пишут, пишите здесь, в директ. Вот. С такими я поступаю следующим образом. Я пишу о работе кратко. Там, допустим, что работа удаленная, занимается 2-3 часа в день. Можно совмещать с основной деятельностью. Реклама, маркетинг. Вот. Если вам интересно узнать более подробно, пообщаемся с вами голосом. И уже человек сам выбирает, интересно ему или не совсем. Ну, это вот что касается Инстаграма. Идем тогда дальше. Тогда давайте рассмотрим, что такое вообще возражение. Возражение – это негативная реакция на то, что сказал собеседник. В мягкой форме – это выражение несогласия с собеседником. В резкой – это зачеркивание сказанного смысла. Или протест против сказанного и высказывание против противного мнения. Тут немножко так замысловато написано, но, в принципе, всем понятно, да? То есть, когда вы что-то говорите, предлагаете человеку, а человек отрицает, не соглашается с вами, и вам нужно как-то с этим работать. То есть, не просто отпускать этого человека, а донести ему, так сказать, верную информацию, чтобы до него дошло. Вот, с этим, в принципе, как бы и можно работать. Почему вообще люди возражают? Есть вот таких несколько пунктов основных. Вот картиночка. То есть, представим, человек живет себе своей спокойной жизнью, общается в соцсетях, походит туда только для того, чтобы поиграть в игры, там, не знаю, пообщаться с друзьями, посмотреть видео, послушать песни. И тут вдруг в его личное пространство вторгается некий незнакомый человек, который предлагает ему что-то там делать, работать. Он и так на работу ходит, а тут еще в соцсетях нужно работать. То есть, естественно, у него сразу какая-то негативная реакция. То есть, вот вы торгаетесь в его личное пространство. Вообще, почему так происходит? Многие боятся обмануться. То есть, сейчас вот сплошь и рядом, даже по телевизору показывают о том, что очень много лохотронов всяких в интернете появляется. Вот люди просто-напросто не доверяют, боятся обмануться, поэтому у них сразу идет негативная реакция. Они сразу говорят, ой, нет, спасибо, не хочу. Даже вот не выслушав сути вашего предложения. Также, может быть, будут бояться потерять свой какой-либо авторитет. Ну, люди могут работать, принимать какие-то должности, и когда им предлагают там какой-то там арифлейн, то у них сразу тоже идет негативная реакция. Да нет, какой арифлейн, у меня там хорошая работа, мне это неинтересно. То есть, опять же, с этим тоже можно работать. Ну и вот страх, бой в ней какой-либо ошибки. Люди очень часто боятся ошибаться. Но здесь в нашей работе это неизбежно, так сказать. Наоборот, это хорошо, потому что на ошибках, как известно, учатся. Также многие боятся именно со стороны своих знакомых, друзей, каких-либо насмешек. Вот такое тоже бывает. Многие боятся потерять время. Его и так, известно, не хватает. А тут еще нужно 2-3 часа в день уделять работе, непонятной для многих изначально. Хотя, ну, казалось бы, это время нужно провести там со своей семьей, родными, но если разобраться, то лучше потерять эти 2-3 часа в день, чем ходить там на работу с 8 до 6 и 40 лет терять это все время. Ну и, конечно, страх перемен. Переменные, как известно, очень негативно воспринимаются многими. Многие люди, наоборот, любят, когда все стабильно. Пусть не очень хорошо, но зато стабильно. Ни хотя бы ничего менять в своей жизни. Вот такие вот фрукты, почему люди вообще могут возражать. Да, они, в принципе, в Марио все распространенные. И сплошь и рядом, почему люди возражают. Вот такая несложная схема коммуникации вообще, как все происходит. Именно вот уже как мы общаемся с нашими кандидатами. Это и подойдет эта схема и к живому общению, и к голосовому, и к переписке точно так же. То есть вместо слушаем будет читаем. Значит, что мы делаем вообще? Сначала мы внимательно выслушиваем, ну, либо прочитываем то, что человек вам написал. Далее очень важно уточнить. Ну, допустим, вот он вам возразил что-то, вы уточняете. Я правильно вас понимаю, вы хотите сказать, что... Ну, и уточняем, то есть повторяем то, что вам написал или сказал человек. Далее очень важно присоединиться. Шаг присоединения очень важен, то есть согласиться с человеком, что его точка зрения для вас важна, что она имеет место быть. Ну, и самый важный тоже пункт, это именно отработка возражения. То есть важно уточнить, далее согласиться и уже отработать ваше возражение, то есть выставить свои заготовленные контраргументы. Схема простая, но очень действенная. Первые два шага пропустила, потому что там, в принципе, все понятно. Вот это третий шаг присоединения, то есть когда вы соглашаетесь с человеком. Какие вообще можно использовать для этого, ну, заготовочки какие есть? Вы говорите, что да, я с вами согласна и понимаю, почему вы так говорите, но и дальше вы рассказываете уже свой заготовленный контраргумент. Либо так, да, я и сама думала точно так же. Либо да, именно так говорили мои успешные партнеры. То есть даете тем самым понять, что тогда они говорили так, а сейчас уже вот они стали успешные, потому что, кто соединились к нам, начали активно работать. Далее. Какие вообще самые популярные возражения часто встречаются? Ну, вот здесь вот я их перечислила. Знакомы. Очень часто возражения, особенно вот когда в работе идти перепиской. Добавить к человеку, друзья, и он видит, что какой-то там незнакомый человек, к нему добавляется, он спрашивает. Знакомы. Тут тоже важно с этим правильно работать. Дальше очень распространенный вопрос. Какая компания? Или сразу это Арифлейн. Ну и в общем вот не буду их все перечислять, здесь они все прописаны. Их очень много, но это такие наиболее, на мой взгляд, популярные, которые мне вот чаще всего включаются. Ну и вот каждое сейчас рассмотрим. Первое, вот это вот самое такое распространенное вопрос. Знакомы. Что, как вообще на него правильно реагировать? Важно человеку дать понять, что вы настроены к нему позитивно. То есть написать, что, к примеру, там, добрый день или добрый вечер, какое имя не обязательно назвать, и написать, что вы рады знакомых. То есть человек сразу понимает, что вы еще с ним не знакомы. Вы для него чужой человек. Далее представляетесь, кто вы, и что вы из себя вообще представляете. Ну, к примеру, там, я мама в декрете и успешно развиваю онлайн-проект «Экспресс-карьера». Дальше суть предложения. Тоже пару слов. Ну и в конце, как я говорила, в начале гнара всегда заканчиваем вопрос. Вам интересно было бы узнать подробности? Или хотите присоединиться к нам? Чтобы человек так зазнательно вам хотел ответить? Очень важно, чтобы в этот момент от вас исходил только позитив, потому что все это чувствуется даже через экран. Ну вот, картинка такая примерно, что человек с подозрением к вам может отнестись, вообще ты кто такой? Почему вторгаешься в моем пространстве? Следующее возражение – это вопрос про то, какая компания, либо сразу человек понимает, что это реклейм спрашивает, либо может вообще написать, типа, не подходите ко мне к своим реклеймам или достали по реклеймам. Такое тоже часто бывает. К тому такие вообще возражения попадаются. Напишите, скажите. И тут вам такое, что вот достали по реклеймам, сразу даже, вы еще не написали свое предложение, вам уже пишут такое. Да, Юня, мне тоже часто включается. Я сразу, у меня тоже такая реакция не очень положительная, потому что человек еще не знает, что я хочу ему предложить, но он уже уверен, что я ему хочу предложить реклейм. Да, только не реклейм тоже такое бывает. Как вообще с таким возражением можно работать? Ну, во-первых, наверное, согласиться сразу, потому что что уж скрывать, да, понятно, что мы в любом случае человек узнает. Поэтому я делаю так, я пишу. Да, верно, это компания Рефлейм. Слышали о новом направлении в интернете? То есть у человека вообще в основном сразу такое мнение, что если Рефлейм, значит продажа. Если Рефлейм, значит каталоги. Вот. Я сразу пишу, что там, это не каталоги и не продажи. Мы развиваем свой интернет-магазин удаленно. Все эти нас связаны с рекламой. То есть дают человеку понять, что это не то, что он сразу подумает. Ну, и, конечно, опять же, заканчиваю вопросом, что слышали о таком направлении. Вот. Ну, если человек слышал, значит выясняем, насколько он осведомлен. Если нет, то рассказываем суть в предложении. Ну, либо в переписке. Вот. Также очень хорошо работает, когда вы сразу говорите, что да, это Рефлейм. Ну, и рассказываете несколько фактов про компанию, чтобы как бы человек понимал, что это не какая-то там непонятная вообще конторка. Вот. Я тоже очень часто слышу, что да, эта компания Рефлейм на 50 лет на рынке занимает третье место по онлайн-продажам. То есть, ну, это тоже о чем-то говорит. В мире третье место по онлайн-продажам, просто, наверное, там какие-то авиационные может компании, жизнезарожные. То есть, это круто на самом деле. Также пишу, что это мы развиваем международный бизнес, и компания работает с 6-10 двумя странами. Вот. И также имеет собственные заводы и научно-исследовательские институты. Можно также сюда еще написать про то, что есть артификаты мировые, по стандартам все сделано. Вот. То есть, ну, как бы, чтобы человек понимал, что это не... непонятно, какая-то там в одно дне, что там там. Вот. Ну и еще иногда задаю такой вопрос, что вот если я чувствую, что человек негативно относится, вообще просто потому, что это реплейм, я спрашиваю, ну, там, я, допустим, по имени Елена, скажите, вот если бы я вам предложила вакансию в ООО Эдельвейс, вы бы лояльнее подошли к данной вакансии? То есть, даю понять, что дело не то, как называется компания, это просто какие-то негативные у человека сразу ситуации. И тоже с ними можно работать. Вот. Дальше. Тоже частое подражение. Ой, там, вы знаете, рассмотрю ваше предложение только если это не косметика. Почему-то сразу если косметика, то у людей тоже есть и косметика. Очень часто, кстати, в Инстаграме встречаю предложения, ну, наших конкурентов. Я так думаю, что, скорее всего, какие-то тоже такие только появляющиеся бизнесы, если их можно так назвать, у них сразу прямо в рекламном объявлении написано, что удаленная работа, бизнес без вложений, не косметика. Или некоторые пишут, не о реплее. То есть, вот такое тоже часто бывает. Натыкаюсь. Как с таким отражением работать? Если вам такое пишут, что там косметика не интересует, можно ответить, что косметика косметикой, но это не продажи. То есть, у людей как? Если косметика, значит, наверняка нужно кому-то там что-то в чужели. Да, знаменитые. Вот. Сразу пишу, что это не продажи, мы ничего не предлагаем вам продавать. Самая главная задача это организовать товарооборот. Продажи и организация товарооборота это все-таки немножко разные вещи, это можно делать по-разному. Вот. Также можно ответить таким вот образом, что ну, если косметика, понятно, что там рассказать, что это рикнейм. Вот. И рассказать о том, что скажите, ваша фирма, она, конечно, крупнее, имеет там заводы по всему миру, работает во многих странах мира, и за границу вас, наверное, возит, и 17 зарплат вам в году, конечно же, платит ваша компания. Ну, человек, естественно, вам ответит, что нет, такого нету. То есть, опять же, вот, почему такой тогда, можно задать вопрос, почему тогда такой негатив, именно, что если косметика, значит, это какое-то, что-то непонятное. Также можно оперировать такими фактами о том, что Риклейм является на данный момент одним из лидеров косметического рынка. Вот. Можно даже погуглить либо в Яндексе зайдить, вот вам будет, что там занимает одни из первых нет сейчас в России, в странах СНГ также. Ну, и также можно оперировать тем, что косметика, но Риклейм это не совсем только косметика, там у нас есть очень много средств по уходу за кожей, а также детские серии, витамины, культуары, сумки, вот, и можно сравнить, я еще очень нравится пример, пример с Бензи, что давайте, ну, например, вот как я говорю, давайте я вам предложу стать менеджером компании, скажем, продаю, которая продает Бензи. Наверняка вас, ну, как бы, заинтересует это, да, но опять же, подумайте сами, как много людей покупают Бензи и как часто они это делают, то есть, первым тем, что у нас товары ежедневного спроса и люди пользуются им вообще вне зависимости от своего социального положения, от возраста, даже если у них там последние там деньги, я не знаю, они все равно пойдут и купят тот шампунь, потому что, ну, с грязной головой ходить никто не будет, вот, можно тоже так сравнивать, что, казалось это, что там Бензи, круто, но на самом деле, их покупают очень редко и только люди, у которых есть, так сказать, много денег, вот, то есть, это тоже наше преимущество, что у нас товары повседневного пользования, вот, следующее возражение тоже очень частое, уже когда я его вижу, просто, если честно, смешно, насколько люди неосудомленные, что значит пирамиды, там, лохотроны, сетевой маркетинг и так далее, вот, есть такая хорошая картинка для сравнения, то есть, чем вообще отличается финансовая пирамида от пирамиды в сетевом маркетинге, то есть, наш с вами бизнес, он полностью легальный, вот, он, по-моему, только, наверное, в нескольких странах мира был не признан, вот, но там какие-то ограничения наложены, а так во всем мире он максимум легальным бизнесом, в отличие от финансовых пирамид, а финансовые пирамиды, как известно, они уголовно, в общем, не создают. Также, в чем вообще разница по поводу товаров, у нас с вами есть товар, ну, либо услуга, у нас товар, мы именно организовываем товарооборот, потребляя, ну, либо продавая товар, в финансовой пирамиде он отсутствует, там только, так сказать, денежное движение. Также, вложение, по поводу вложений, вложений нет в сетевом маркетинге, потому что мы с вами покупаем товар, это вложение не считается. И процент выплачивается от прибыли, либо товарооборота, учитывается весь денежный поток, в отличие от финансовых пирамид. В финансовых пирамидах как раз таки вложение, вложение, еще раз вложение, причем очень даже крупно, то есть, чтобы туда вступить, нужно вложить деньги, чего нет здесь у нас. Вот. Финансовая пирамида это не работа, вы просто вложили деньги и неизвестно, вернутся они вам, либо вы их потеряете, то есть, ну, можно сказать, что это халява. Либо вам повезло, либо не повезло. Здесь же заработает только тот, кто работает. также очень многие думают, что вы будете на мне зарабатывать, а я пришел только что и вообще ничего я не заработаю. Да, это так, финансовые пирамиды, то есть, там зарабатывать только вверху, потому что люди вкладывают деньги и тем, кто на него, им, по сути, капают какие-то там проценты. Здесь у нас в выигрыше вообще любой участник, подчеркнул активный участник, тот, кто работает. Вот. Проигравших, так сказать, в сетевом маркетинге нет, потому что если вы работаете, то вы и будете зарабатывать. Естественно, если вы будете ждать какой-то халявы, что за вас там кто-то это сделает, то, конечно, такого не будет. Вот. Ну, а в финансовой пирамиде проигрывает тот, кто оказывается внизу. То есть, внизу финансовой пирамиды быть вообще невыгодно. Ну, и вот там даны примеры самые известные пирамиды и самые старейшие сетевые компании. Самая известная пирамида МММ. Вот. Значит, идем дальше. Вопросов тут нету по этим пройденному, по пройденному материалу. Хорошо, тогда дальше идем. Следующее возражение. Ой, вы знаете, у меня нет денег или как у вас же там нужны вложения? Ну, это вот опять просто человек не знает, что такое финансовая пирамида, что такое пирамида в сетевом маркетинге. Как можно с такими возражениями работать? Сразу вообще напрашивается, первое, что мне в голову приходит, когда люди говорят, нет денег, это, что, ну, вас неверно это устраивает, если у вас нет денег. в любом случае вы моете голову, вы, там, у вас семья моется, и наверняка на шампунь как бы деньги всегда найдутся и на мою. Вот, либо так можно говорить, что я вам как раз таки и предлагаю заработать деньги, если у вас их нет. Ну, и оперируем тем, что, в принципе, как бы я уверена, что вы, конечно же, моетесь, и вы в любом случае покупаете средства по уходу за собой в ближайшем магазине. А теперь я вам предлагаю то же самое, что вы покупали там, покупать в своем интернет-магазине, тем самым его раскручивая. Вот, а не раскручивать интернетом, ой, не раскручивать магазин дяди за углом. Вот, если откажетесь от моего предложения, вряд ли перестанете покупать шампунь и гель для душа. Правда же? Ну, тут человек, конечно же, согласится, потому что он в любом случае пойдет его и купит. Так почему бы это не сделать здесь, где вы сможете заработать на этом, а не получите в ответ только спасибо. Вот, ну и еще такое вот мне нравится возражение, сколько бы вы вложили денег, открывая свой собственный бизнес, к примеру, магазин одежды. Ну, то есть, как бы сравнить. Вот, естественно, у вас там пойдут деньги на аренду, на зарплату, на товар, а вдруг это покупать никого не будет. А здесь, то, что предлагаю вам я, вы открываете свой собственный бизнес, а не нанимаетесь на работу. И вложение всего 149 рублей. И то, сейчас, как известно, идет акция, бесплатная регистрация. Если я оформлю заказ сразу, в течение суток, то вообще регистрация может быть бесплатной. Вот, поэтому вы получаете, грубо говоря, всю систему бизнеса под ключ, бесплатно. Где такое вообще есть? Вот. Дальше. Следующее возражение. Многие очень часто пишут о том, что они ищут стабильную работу. Ну, либо там можно некую пишут, нет, мне работа в интернете не подходит, я ищу нормальную работу и так далее. Встречаются вам такие возражения? Мне лично очень часто встречаются. То есть, они считают, что раз работа в интернете, значит, это что-то не то, что-то ненормальное, что-то нестабильное и так далее. Вот, да, вот, Оксана, мне тоже очень часто встречаются. как вообще я с такими, у меня с такими разговор короткий, что я пишу? Я, во-первых, спрашиваю, а что для вас стабильная работа? Работа в подчинении каждый день по 8 часов и с одним отпуском в год? Я вам предлагаю работать на себя, отдыхать тогда, когда удобно вам. Вот это и есть, на мой взгляд, стабильная, нормальная работа. Опять же, если человек там цепляет свою работу, можно говорить о том, что вы можете совмещать, вам никто не мешает совмещать. Здесь нужно всего лишь 2-3 часа в день. Вот, а потом просто-напросто уйдете со своей стабильной, нормальной работы за ненадобностью. Вот. Ну, вот, как я сказала, можно совмещать и когда ваши доходы станут уже в несколько раз больше, чем на вашей нормальной работе, то вы просто перестанете нуждаться в той работе и просто от нее уйдете. Вот. Лилия, да, все хотят деньги сразу, но опять же, даже на обычной, на нормальной, как говорят, работе, и то, вам никто денег сразу не заплатит, вам нужно месяц отработать, получить свой оплату. голый. Вот. Здесь, здесь можно, кстати, тоже зарабатывать первых дней. Вам никто не запрещает взять каталог и предложить людям и иметь из этого неплохой доход. Абсолютно. Просто мы приглашаем не на продажи, а на именно на построение бизнеса. Есть хороший вебинар, был недавно. 8 видов дохода. Аня Черновила. Вот там она об этом рассказывала. Можно, если кому интересно, пересмотрите. так, тогда давайте к следующему возражению. Частенько пишут, что, ну, там, допустим, интересуются, интересуются, а потом спрашивают, ну, а вы сколько вы здесь заработали? Как, что-то на такое вообще можно отвечать? Если вы на маленьком уровне либо новичок, можно писать так, что пока мои доходы невелики, потому что я присоединился недавно и только начинаю развивать свой интернет-магазин. Но я абсолютно уверен, я знаю, что через 5-6 месяцев мой доход стабильно будет, ну, и там, к примеру, вот назвать доход директора от 25-30 тысяч рублей для Беларуси 5-6 миллионов. А вы уверены в своем завтрашнем день в связи с кризисами, с увольнениями и так далее? В Арифа им кризиса нет. Я думаю, вы сами уже в этом улыбились. Также очень можно говорить хорошо о том, что экономия это по сути тот же заработок. То есть вы не расстраиваете эти деньги, если пошли в обычный магазин, а их сэкономили. То есть что сюда вообще входит? Это ваша объемная скидка, это премии за определенные условия, выполнение определенных условий. Например, сделал 250 баллов по премьер-клубу и получи свою премию гарантированную. Также это стартовая программа просто шикарная, когда вы приходите новичком и вам сразу же со старта предлагают мало того, что классные наборы, так еще и по сути сразу же будете получать все-все-все привилегии, если ее проходить. Там экономия вообще очень хорошая получается. Ну и конечно же распродажи, акции, это тоже все экономия нашего семейного бюджета. Значит у вас всегда должны быть под рукой таблички с примерными доходами по странам. Их очень много, можно попросить, если у вас нету своих спонсоров либо лидеров. Ну и скрины доходов. Никто их не скрывает, потому что это наоборот показывают, чтобы люди понимали, какие вообще здесь доходы есть. У нас есть хороший сайт скриндоход blogspot.com Он там тоже по странам. Я вот ему очень часто пользуюсь, то есть если спрашивают, сколько вообще зарабатывает, я вот показываю, ну пока тоже доход небольшой, но чтобы человек понимал, к чему вообще тут можно показывать скрины доходов ваших лидеров. Следующее очень-очень частое и распространенное насчет паспортных данных. Вроде человек согласился, вроде уже все хорошо, вы даете ссылочку на регистрацию либо на сайт отправляется и начинается. Я боюсь давать паспортные данные. Что можно здесь говорить? Ну скажу так, у меня лично такое было наверное только в самом начале, когда это начинало, люди боялись, а в последнее время как-то нормально к этому относятся, но я часто встречаю даже среди своей команды, что пишут, что не дошел человек до регистрации, боится давать паспортные данные, что делать. Что мы вообще в таком случае можем человеку сказать? О том, что паспортные данные необходимы только для вашей идентификации. Что вы, это именно вы, а не ваш сосед дядя Вася. Они ваши паспортные данные будут необходимы для выплаты дохода и получения продукции. Когда вы заключите договор с компанией, присоединитесь к вам. Вам даже продукцию не отдадут, ваш заказ без паспорта. То есть, он по-любому нужен будет. Либо можно вот так сказать, хорошо, можете написать свои эффективные данные, но когда соберетесь получая доплату, то будете доказывать компании, что именно вы ее и заработали. очень часто говорю о том, что вы когда на работу устраиваетесь, вы свой паспорт вообще в отдел кадров отдаете, либо вас так берут без паспорта. Естественно, везде нужен паспорт для того, чтобы вас вообще идентифицировать как отдельного человека, как личности. потому что Васи и Ивановых в мире сотни тысяч, и как потом доказать, что это именно вы. По паспорту, для этого существует паспорт. Следующее возражение, частый вопрос, что конкретно надо делать. Когда мне задают такой вопрос, я в последнее время очень часто сразу слышу о том, что нужно активно работать. Это сотрудничество со всемирно известной компанией Ари Плейн. Это не продажи и не каталоги. Мы предлагаем вам организацию товарооборота. Именно делаем такой акцент на то, что не продажи, а организовать товарооборот. Как это делать, мы обучаем. Если нравится вам продавать, можете продавать, но это не обязательно. Мы предлагаем вам строить сеть потребителей. Ну и говорю про наши знаменитые три кита либо три условия проекта. Поменять обычный магазин на интернет магазин Ари Плейн либо по-другому это личное потребление. говорю конечно про то, что сразу имеете скидку. 20% как консультант. Дальше это приглашение других людей. Примерно таким же образом, которым приглашаю вас я. Опять же говорю о том, что мы этому всему обучаем, даем множество вариантов, множество методов, а вы для себя самый комфортный выбираете. Ну и третий самый важный пункт это обучение. То есть обучаемся постоянно, потому что интернет не стоит на месте и движется все время вперед и мы вместе с ними. Большие деньги зарабатывают только профессионалы и нам нужно быть профессионалами в нашем деле. Значит, ну по сути вот что на такой вопрос можно ответить это именно про то, что это товарооборот организовывать и следовать трем условиям либо трем стам нашего проекта. вот они я думаю уже все их знают на Иисусе это личное потребление, это приглашение других людей либо рекрутирование и обучение. Все просто понятно и легко. Также еще очень популярное возражение о том, что ой, вы знаете, а вдруг у меня не получится. я бы, да, я бы хотел попробовать, но я не знаю получится ли. либо многие пишут ой, нет, нет, мои знакомые пробовали, что-то у них как-то ничего не получилось. Что сделать с такими? Можно отвечать так, что получится всегда только у тех, кто работает, кто идет на пролом. Вы в любом случае приобретете опыт и будете дублицировать своих спонсоров, своих лидеров, и если у них получилось, значит получится и у вас. То есть я сразу даю человеку понять о том, что тут нет такого, что у кого-то получается, у кого-то нет. Получается у всех, кто работает. То есть даже не должно вставать такого вопроса, что если вдруг не получится. Но люди пока этого не понимают, чтобы человеку было комфортнее, я пишу о том, что в любом случае вы посмотрите на все изнутри, допустим, 3-4 месяца, если поймете, что не ваше, просто уйдете, вас никто не будет держать, ваш номер консультанта компания просто удалит через определенное время. Также здесь можно говорить о том, что сравнить с обычной работой, что когда устраиваетесь на работу по найму, вы же не говорите работодатель или школу, ой, вы знаете, а вдруг у меня ничего не получится. Вы просто приходите на работу и обучаетесь, и выполняете свою работу. Точно так же и здесь. Еще вот такой хороший пример насчет того, что когда пишут, у знакомых ничего не вышло здесь. Можно так писать, что вот скажите, а вы умеете шить, например, или вязать, или петь, танцевать. Подумайте для себя вообще, что вы можете делать лучше, чем кто-то из ваших знакомых. Потому что у вас на самом деле много может получаться лучше, чем у вашей знакомой. Неизвестно, что конкретно она делала и в этом бизнесе, насколько правильно она это делала, и вообще делала ли она то, что нужно. Поэтому не стоит сравнивать себя и какого-то знакомого, потому что неизвестно, что делал он для достижения результата. и конечно обязательно все получится, если следовать рекомендациям своего спонсора либо лидера. Так, ну с такими основными возражениями закончили мы. Их там еще, конечно, очень много, но вот я такие основные взяла, которые мне чаще всего попадаются. Теперь вот немножко интересной такой статистики мне понравилось. Насчет вообще зарплат обычного человека и зарплат начиная там от директора и выше в компании Арицлейм. Мы берем сейчас только голые цифры и только деньги, не считая вообще путешествий, признания, конференций, банкетов и так далее. Только зарплаты. Средняя зарплата по России в месяц 27 тысяч. За год выходит 324. Средняя зарплата директора Арицлейм 30 тысяч в 3 недели. Так, как длится каталог. то есть не 13 там не 12 раз в год а 17. Получается за год 510 тысяч. Человеку на наемной работе нужно трудиться полтора года, а директору Арицлейм только год. Идем дальше. Следующее звание. Средняя зарплата золотого директора Арицлейм 60 тысяч в 3 недели. За год получается миллион 20 тысяч. Человеку со средней зарплатой 27 тысяч нужно работать 3 года. Идем еще выше. Средняя зарплата бриллиантового директора 200 тысяч в 3 недели. За год это 3 миллиона 400. Человеку с зарплатой средней в 27 тысяч нужно работать 10 лет. Ну и исполнительный директор всего лишь за полгода получит так, как средний человек за 40 лет. То есть сами видите есть вообще к чему стремиться. Такое вот сравнение. Почему важно уметь отрабатывать возражения и вообще нужно ли с ними работать. Скажу так, что это наверное самое вообще первое в рекрутировании нужно уметь отрабатывать любое возражение. Я поставила сюда картинку такую совушку проснулся. то есть вас разбудить в 3 часа ночи вы должны что-то возразить вам по поводу нашей работы. Вы должны знать ответ на любое возражение. Что для этого нужно? У вас должны быть готовые шаблоны. Желательно даже немножко переделанные под себя. Это будет лучше. Дальше иметь на каждое возражение свой шаблон. То есть не какой-то который уже запамленный а именно свой. Пусть не совсем свой но взять за базу общий и заделать уже от себя. Также у нас есть чат в скайпе по возражениям. Очень хороший там вообще всегда помогают много людей. То есть если не знаете ответ на возражение какое-то новое попалось и вообще не в курсе что на него ответить можно написать там вам всегда помогут. Ну и самое основное это опыт. Все приходит с опытом. Я когда пришла новичком мне тоже казалось что это ой меня человек спрашивает что ой это Арифлейм а я даже не знаю что ответить как с этим возражением бороться. Но сейчас у меня 10 шаблонов на этот ответ на это возражение и я в принципе даже и не читаю могу сама от себя написать либо рассказать то есть опыт в этом деле тоже играет не последнюю роль если даже не первым. так ну вот в конце буквально дата 27 сентября это наша вся команда которая квалифицировалась на менеджерскую конференцию в Сочи это Сочи посмотрите вообще сколько здесь людей просто вообще я не знаю даже не представляю что будет вообще в следующем году ну и вот здесь я написала что есть такая вообще у нас фраза о том что получи свою тысячу отказов и ты директор ну вот они получили свою тысячу отказов и у них все получилось то есть смотрите у них получилось значит получится и у нас да мощное просто не то слово и причем что здесь только Россия Беларусь и Казахстан то есть Украина и Молдова они были в Анталии помните то есть это даже еще не все вот здорово да и мы там тоже будем обязательно ну вот в принципе и все что я вам хотела рассказать если может какие-то есть вопросы задавайте хорошо тогда если нет никаких вопросов тогда будем заканчивать все всем спасибо что пришли желаю всем успешного рекрутирования и успешно отрабатывать любое возражение все всем пока спасибо 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 Продолжение следует...